Привет всем! Продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота DLC Каменные Сердца Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, ставить комментарии. Всем заранее спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Покажи, что умеешь. 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 Можешь делать много интересных вещей. Покажи, что умеешь. 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 Ольгерда. Твой долг почти выплачен. Я должен был выполнить три его желания и сделал это. Сними с меня этот знак. Мы в расчете. Почти. Чтобы выполнить все условия договора, осталось сделать одну вещь. Привести Ольгерда к старому святилищу Лильвании. Об этом речи не было. Разумеется, было. Ты ведь знаешь, что в любом договоре есть своя уловка. Приписка мелким шрифтом, который, однако, является полноценной частью контракта. Это также касается устных договоренностей. Вспомни, я сказал, цитирую. И все же я верю, что все кончится хорошо. А после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе. Конец цитаты. Ну, помню. Выполни свою часть уговора, и я сниму с тебя знак. А ты никогда больше не вмешаешься в мой разговор с собеседником. Что за черт? Почему у меня муха в супе? Я тебя ждал, но не заметил, как ты вошел. И откуда ты взялся? Я ведьмак, а это делает меня нечеловечески быстрым. Это ты мне бросил муху в суп? Нет. Послушай внимательно. Скажи своему атаману, чтобы он пришел в святилище Лильвани. Это на юг отсюда. Вход в пещерах. А-а-а! Что там творится? Светилище Лильвани. Ты понял? А, понял. Погоди. Была тут медичка. Твоя знакомая. Просила, чтобы ты к ней заглянул. Спасибо. Люди, вы видели? Мужик упал замертво. Я его минуту назад видела живым. Пьяным. Может, в сознание потерял? А-а-а! Проклятие! Сволочь! Прочи глаза. Знак дьявола. Продолжение следует... Шани? О, Геральт. Это ты. Что тут случилось? У тебя были грабители? Это? Нет. Я просто переезжаю. Что? Куда? Когда? Не об этом я хотела поговорить с тобой. Или не только об этом. Ну да ладно. Я уезжаю, Геральт. На Восточный фронт. В Каидвен. Ты не говорила, что собираешься переезжать? До сегодняшнего утра я и не собиралась. Ко мне пришли двое солдат. Сказали, что я снова нужна Редании. И ты не могла отказаться? Может, и могла бы, но не захотела. Моё призвание — лечить людей. Моя работа нигде не нужна так, как на фронте. А ты не могла бы остаться? Геральт, зачем? Тогда на свадьбе всё было очень мило. Но у тебя своя жизнь, а у меня своя. В дальнейшем это не имело бы смысла. Ты понимаешь, это не хуже меня. Ну, будь осторожна. Ты тоже, Геральт. Ты узнала что-нибудь о Больгерде? Книги мне мало что дали. Я поняла, что если нужна правда о нём, нужно найти кого-то, кто её знает. И ты нашла? Мне повезло. Мой товарищ по учёбе, ассистент профессора Прометиция Шезлока, специалиста по чёрной магии, уверяет, что встречал у него Ольгерда фон Эврика. Профессор так увлёкся исследованиями, которые Ольгерд у него заказал, что, похоже, немного тронулся умом. Он не подпускает к своим записям никого, даже своего ассистента. Где найти этого профессора? Здесь, в городе. Он сидит под замком в своём доме за стенами университета. Его стерегут охотники за колдуньями. Он под домашним арестом? Я не знаю точно. Часть коллег считает его предателем. Говорят, что он продался охотникам за кругленькую сумму. Но его ассистент клянётся, что профессор верит, будто охотники его от чего-то охраняют. А ты как думаешь? Определённо он для них ценен. Он настоящий кладезь знаний об оккультизме и чёрной магии. Если он и правда спятил, то я бы не удивилась тому, что его используют. Мне надо поговорить с этим профессором. Я с тобой. Университет охраняют риданские стражники. Один ты не пройдёшь. Стражники мне чаще всего не помеха. Если ты их ранишь, то мне придётся их зашивать. А если встретим кого-то знакомого, нас просто пропустят. А как вообще сейчас работает университет? Ты имеешь в виду после того, как Родовит его закрыл? Я имею в виду, хорошо ли его охраняют. Часть академиков бежала на Дальний Север. Самые храбрые остались. Притворяются сапожниками и прачками. Зачем ты спрашиваешь? Просто мне интересно. Я вижу, что академики ведут себя почти как чародеи. Восточный фронт. А что потом? Зависит от того, куда пошлют. Где бы ты ни была, будь осторожна. Я всегда осторожна. Не волнуйся. Стоять! По приказу короля вход на территорию университета закрыт. А для преподавателей? Без исключения. Я вижу, ты стал очень принципиальным, Норберт. Когда я тебя лечила, ты был со мной гораздо добрее. Кстати, как твоя нога? В порядке. Будто и не было никакой раны. Я рада. Ведь если б я тебя тогда не прооперировала, ты остался бы хромоножкой до конца жизни. Хм. Бруно. Ну? Может, мы её всё-таки пустим? Она же своя, ничего не украдёт. Хм. Ну ладно. Но пусть идёт одна. Ведьмак слишком бросается в глаза, а я не хочу из-за него неприятностей. Сделаем так. Я пойду туда одна и помогу тебе войти во двор. Как? Не знаю. Я найду способ. Со стороны набережной всегда меньше стражников. Идёт. Ладно. Пустите меня. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм? Дефицит. . Паразитизм? Паразитизм? Спасибо. Паразитизм? 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 Пресс-цепр Discovery! Продолжение следует... Геральт, эй, Геральт, ты здесь? Здесь. Держи веревку. Откуда ты взяла веревку? А, долгая история. Пока нам везет. Дом профессора Шезлока в конце этой улицы. Там охотники за колдуньями. Их убедить мне уже не удастся. Ты уже очень помогла мне. Спасибо, Шаня. Не за что. На моем месте ты бы сделал то же самое. Если захочешь увидеться со мной еще раз до отъезда, я буду дома. Все-таки нужно время, чтобы все упаковать. Тогда до встречи. Вечный огонь обратит тебя к пепелу. Обходи с двух сторон. Вот сука. Да это не что-что такое! Вашу мать! Нарушитель! Взять! Уж-у-у-у! Уж-у-у! Уж-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok Закрыто на четыре засова. Надо найти другой путь. Может, найдется открытое окно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Разбитое зеркало. Не похоже на случайность. Может, кто-то испугался того, что в нем увидел? Малый ключ Гиллиана Альбокко. Это о демонах. Страшно пыльное. Субтитры сделал DimaTorzok Франко, это ты? Поставь ночной горшок где обычно. И забери поднос. И забери поднос. Я сегодня есть не буду. Профессор Шезлок? Ты кто? Как ты сюда вошел? Убирайся! Я ничего не знаю и ничего не хочу знать. Слышишь? Не хочу! Я не причиню вам вреда. Этот демон тебя сюда прислал. Уж я-то знаю. Что за демон? Не притворяйся, что не знаешь. Гюнтер Одим. Воплощение зла. Он не посылал меня. Но все же я здесь из-за него. Я ведьмак. Мутант? Хм. Мда. Это... Возможно. Почему перед вашим домом стражники? Вы узник? Они называют это опекой? Хороша опека, которая не позволяет человеку распоряжаться своей судьбой. Чего они от вас хотят? Не знаю, слышал ли ты, но я настоящий знаток оккультизма. Собственно, лучший из всех живущих. Моим учителем был сам профессор Лионель Ван. Вы сотрудничаете с охотниками за колдуньями? Выбора они мне не предлагали. Они прекрасно знают, что мне известно все о магии, ведьмах и чародейках. Они используют мои знания для своих целей, но у меня нет выхода. Я пришел сюда потому, что мне нужны сведения, которыми вы обладаете. Если ты ведьмак, мне нечего опасаться. Я ведь не чудовище эпохи постконьюкции. Чего хотел от вас Ольгерт фон Эверик? Ольгерт фон Эверик. Я согласился. В конце концов, это моя специализация. Кроме того, мне нужны были деньги. Я изучил множество книг, исторических фактов, народных преданий. Я побывал даже в библиотеке Нильфгарда и в конце концов напал на след этой темной сущности. Она известна тысячу лет в разных культурах и под разными именами, но везде это синоним воплощенного зла. У нас его называют Гюнтер Одим, а иногда Господин Зеркало. Я корпел над книгами столько, что потерял зрение. Я узнал, что он любит играть с людьми, а больше всего любит заключать договоры. С виду это невинные сделки, но они доводят людей до безумия. Что еще ты знаешь об этом человеке? Гюнтер Одим не человек. Это зло. Зло в самых разных обличиях. Не расспрашивай о нем. А то погибнешь. Но ведь ты жив. Все еще жив. Но хотел бы навеки забыть о том, что узнал. Почему ты здесь сидишь? Что значит эти руны? Они меня охраняют. Здесь зло меня не достанет. Откуда ты знаешь? Он сам мне сказал. Однажды он пришел ко мне. Удивительная это была встреча. Я слеп, но его видел отчетливо. Он улыбался. Сказал, что такой интерес к его персоне честь для него. И что он решил выразить благодарность и проявить ответный интерес. Из чувства благодарности он и создал этот круг, сказав, что только здесь я буду в безопасности. А ты не пробовал выйти? Ты уже должен был понять, что он имел в виду и что меня ждет за пределами круга. Ольгерт подписал с ним договор. Ты угадал. Ты наверняка знаешь, что когда-то он был очень богатым и влиятельным человеком. Должен был быть, раз семья его невесты приняла его предложение. Но по воле злого случая он лишился богатства и стал изгоем. Семья Ирис этого не потерпела. Это состоятельный род и отдавать дочь за кого попало они не хотели. Ольгерт хотел увезти ее как можно дальше, но Ирис не захотела бросать семью. Патовая ситуация. К своему несчастью, от ведьмы-бродяги они узнали, что есть на свете некто, способный исполнить любые желания. Господин Зеркало. Ольгерт встретился с ним на перекрестке. Один сказал, что хочет вернуть свое богатство и влияние. И Одим предложил ему договор. Ольгерт должен был пожертвовать кем-то, кого любит. Одим знал, что Ольгерт любит только двух человек на всем свете. Ирис, невесту, и брата, Витальда. Ольгерт согласился. Вскоре после этого вернул себе состояние и женился на Ирис. Ольгерт рассказал тебе все это. Ему пришлось, иначе как бы я мог заняться его случаем? Ты говоришь так, будто он был болен. Хуже. Болезни можно вылечить. А вот если ты играешь со злом, найти лекарство будет куда сложнее. Получается, Ольгерт убил родного брата? Ох, нет. Одим так не делает. Достаточно было того, что Ольгерт подписал договор собственной кровью. А день спустя Витальд был убит. Так почему Ольгерт решил избавиться от Одима? Он получил, что хотел. Он заметил, что стал меняться. Его сердце стало холодным, как лед. Он отвернулся от своей жены, ради которой пожертвовал братом. Так он потерял все, что любил. Потому что Гюнтер Одим дает не то, что ты хочешь, а то, что ты просишь. Вот что ждет людей, которые подписывают с ним договоры. Всех? Нет способа обыграть его? Убить его невозможно, но я узнал о человеке, которому удалось расторгнуть контракт. Его можно победить его же собственным оружием. То есть? Нужно бросить ему вызов. Если его это заинтересует, то можно с ним сыграть. Но помни, что ставка может быть только одна. Ибо Одима интересуют только людские души. Одим оставил на моем лице знак. Как мне от него избавиться? Знак? Я думаю, он исчезнет, когда договор будет выполнен. Если б я попробовал бросить ему вызов, сыграть с ним. Не могу сказать, у того, кто его обыграл, никаких знаков не было. Спасибо вам, вы мне очень помогли. Я рад. Приятно узнать, что после стольких лет, проведенных в заперти и в страхе, ты можешь еще на что-то сгодиться. ... ... Продолжение следует... 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 что это за место тебе нравится но чем богатые тем и рады помни тебе нужно найти меня пока времени вышла шани держись я иду к тебе поверить не могу что ты дал себя так провести а а а Продолжение следует... 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 Кидаться на великана в одиночку не слишком рассудительно. Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак. Ну, Гильон, какой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Странно. Великаны обычно избегают населенных мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть он спустился с гор. Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов, так что Гильом сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей. Почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусэнте мы сражаемся в основном с разбойниками. Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великана. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает. Она напала снова. В излучине рядом с Куролиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелева. И я сопровожу вас к княгине. Отважный парень этот Гильон. Польмирин позаботился о его воспитании. Это его родич. На! Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от ее имени, мы связаны традицией. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдем посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? У нас гости, берегись. Их сюда запах крови привлек. Ищем дальше. Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. Да, смрад ужасный. Только хлам, принесенный рекой. Продолжаем поиски. От одежды остались окровавленные клочки, но качество сукна отменное. Значит, жертва была человеком состоятельным, да? Похоже на то. Кровь. Гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали, чтобы достать тело. Я нырну, посмотрю. Может, они что-то упустили. Посмотри на глубокий след. Уплыли отсюда на лодке, причем недавно. Должно быть, они погрузили на борт тело из сетей. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Д ‑‑ Субтитры сделал DimaTorzok Д域 – МОНОГРАММА ДЛК. Скорее всего, принадлежал дворянину. Надо бы понять, куда забрали тело. Что теперь? Понятно, что это не место преступления. Тело плыло по течению реки, запуталось в сетях, а гвардейцы выловили его, погрузили на лодку и куда-то забрали. Осмотреть бы его, прежде чем начнет разлагаться. Хозяева постоялого двора наверняка смотрели за стражниками и знают, куда направилась лодка. Спросим их. Сдается мне, у нас зрители. Удивлен. Местные еще своим внукам будут рассказывать про тот день. когда из сети вынулись кромсены останки. И вот еще что. Под водой я нашел платок с монограммой ДЛК. Тебе это о чем-нибудь говорит? Делла Кроа? Нет. Он стал жертвой бестий. Возможно. Ты хорошо его знал? Давным-давно мы были друзьями. Но наши пути разошлись. Это был человек крайностей. Если называл кого-то другом, то стоял за него стеной. А если врагом, то шел до конца. И много у него было врагов? Да. Но что общего это имеет с бестией? Ты затронул чувствительную струну, Геральт. Воспоминания тех давних лет, которым я не хотел бы возвращаться. Тогда вернемся к этому позже. Пойдем на постоялый двор. Вскоре я тебя покину. Я должен явиться ко двору. Ведь ты только вернулся в Тусент. Рыцарь, досточтимый княгиня, не знает отдыха. Я думал, что не успею приступить к своим обязанностям. Но вернулся вовремя. Когда смотришь тело, не забудь. Тебе еще надо предстать перед Анариеттой. Анариеттой? Досточтимой княгиней. Прости, я забыл. Между собой мы называем ее поинем. Но только не при Пальмирине. Он обижается на такую фамильярность. Сюда заглядывают купцы. Сборщики-подати и сплавщики. Нигде в Тусенте не найдешь лучшие похлебки из раков. Да что, у нас своих мельчаков не хватает. А оказалось, что она на бандочке не хвала в рабу. Отправляла визолак аккурат Гандзи в лапы. Пьешь, пей, рассупонивайся. Ты в Тусенте. Так, чиновник просит о помощи. Может, удастся неплохо заработать. Клянусь честью. Неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин Де Пейрак Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще. Но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Встал я чуть свет, как обычно. Смотрю, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли, человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев, досточтимой княгиней, дабы выследить и убить бестию. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин Де Пейрак Пейран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом госте. С кем имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином Де Пейрак Пейран. Довольно меня подначивать. Геральт – мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бести. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно. Гляжу – небо красное. Спрашивай, Геральт. Не то мы тут до зимы останемся. Было раннее утро, ты пошел проверить сети, и что потом? Вышел я из хаты, гляжу – Клянусь честью. К делу, добрый человек. Мы уже знаем, что ты нашел труп в сетях Нараг. Потом-то, что было? Ты видел кого-нибудь поблизости? Что-нибудь особенное, что привлекло твое внимание? Никого не было. Только я. А особенного? Ну, что ты увидел? Если я еще услышу, что небо было красное. Ну, голова прямо на воде была. Глаза вытрощены такие, язык синий наружу. А рядом в воде плавала рука. Ты хорошо рассмотрел, Астан? Я так перепугался, что побежал, что есть силы, в город. Вернулся с гвардейцами. А они там мне велели держаться подальше. Долго ловили эти куски. Сети мне порезали. До того там все запуталось. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корвобьянко, чтобы держать на холоде. Что? Корвобьянко – это вотчина барона Росселя. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабальщика. Погоди, Геральт. А то у меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ну, ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы в конце концов захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Россель сидит теперь на содержании у брата, Викавара. А я ведь говорил Росселю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние доблести? Кредиторы в конце концов сообразили, что обещание ничего не стоит. Такие времена. Современные рыцари лишь бледные тени прежних героев. Правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Значит, говорят, бестия — это кара богов? Рыцари отступают от давних обычаев. Прежде они были защитниками княжества, а теперь они превратились в крохоборов. Как дам тебе сейчас! Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит достоинства грешников. Мы свернули с пути добродетель, утратили милость богов и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней, Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать, мать этих вещунов последнее время высыпала, как у больного Чириев. И все твердят то же самое. А что еще о бестии рассказывают? Кроме того, что это божья кара. Люди не так глупы. Они видят, что бестия убивает только в дни святых покровителей. Какая придирчивая. Благодарю за гостеприимство. Мне пора. Пойду осмотрю тело. Корва Бьянка недалеко отсюда. У турнирных полей. Просто не сходи с дороги. Наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда. Тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то. Еще до отъезда в Велин. Достопочтимая княжна оказала мне великую честь. И в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Но похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения уходящая корнями в давней традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мельтон. Оттуда с таким посадом ты у нас в развале. Купки, ла-ла-лей. Вот звуки боя. Надо поторопиться. Зараза. Убийца еще где-то здесь. Горло разорвано укусом, строение челюсти, как у человека. Только клыки гораздо длиннее. Сломанные ребра, кровь из ушей. Лично ему досталось. Убивал вампир, но не Этима и не Фледдер. Это должно быть Брукса. Убит одним ударом. Плащ женщины, которую я видел на постоялом дворе. В подвале. Убийца с легкостью перевернул телегу. Речной Ил. На этой полоске привезли тело. Рана от когтей пять пальцев. Рука, похоже, небольшая. Следы маленьких босых ног ведут в подвал. Ты? Ты была на постоялом дворе. Я знаю, кто ты, но не знаю, зачем ты убила этих людей. Дело ведь не в жажде крови. Нам не обязательно драться. Ошибаешься? Я не могу отпустить тебя. Я не могу. М Vivи. М. М. Она убила всех этих людей, чтобы добраться до дела. Что Брукса делала устава? Ах, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. Как такое может быть, что она все еще теплая? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. Он долго лежал в воде. Голова распухла, на ней видно несколько укусов. Ммм, у него в глотке что-то есть. Кошелы, набитые монетами. Нильфгардские флорены. Из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к княгине. Продолжение следует... 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 Доспехи полированные, с гравировкой, с рифлением. Что только пожелаете. Посмотрим, что у тебя здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот и конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Пальмерин. А как же история про Ридигера и дракона? С ней придется обождать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это Геральт из Ри, мастер ведьмачьего цеха, который внес свою лепту в победу над великаном Голиафом. Мастер-ведьмак, а правда, что добродетель всегда побеждает? Да, добродетель всегда побеждает. Но ведь черный рыцарь негодяй, а он побеждает. Иракр из Костельдачи. А моральная победа – это тоже важно. Ну да, как же. Довольно вопросом. Возвращайтесь к Ридиге. Ее сиятельство прибыло на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на Ридиге. Если мы поспешим, ты успеешь с ней встретиться, прежде чем начнется зверище. Веди. Кто дерется? Нильфгардские гладиаторы? Близко, но не совсем. Впрочем, сам признаешь. Кто-то собирается сражаться с Шарлеем, вверху над колокольчиков, привязанных к хвосту? Что уже такое? Эта тварь – подарок императору. Нехорошо как-то мучить Шарлея. Одурев от колокольчиков, он станет посмешным. Представь себя на его месте. Ты же нет. Пуходище. Ты? Дедмак! Я убиваю чудовища, потому что они угрожают людям. Вы же издеваетесь над ним, но потеху толкнули. Этот бой не принесет славы ни одному рыцарю. Кто будет сражаться с чудовищем? Ильон, ты его уже не был. И правда. Он собирался добыть трофей даме сердца. Большая любовь требует больших шагов. Пойдем. Ну вот. Что? Что? Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне! Началось. Придется подождать у меня. Не нравится мне все это. Блядь. Поможем ей. Ах, кто по рыцарю! Шарлей дави с огромной душей! Удар он тяжкой лапой дал, над ним с рычанием устал! А вдруг ведьмак в один прыжок над монстром очутился? Жалко чего-веща жребий, а он побергает в зевоту. Жизнь покидает шарлея, ведьмак завершает орот. Как дикый звезда остановился! Он выждал нерабеля и пролил кровь шарлея! Как не страшно-то странно, касаясь союзки за бедом. Так гасит жизнь, но пока не вновь есть, словно теряя надежды. Он живопни, товарный, и с герой пилиции не знает правил. Так же шарлея ведьмак заманил, а потом его ранит. Выпад, удар и... Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил шарлея. Взгляните, как из бестии уходит жизнь! Мастер Геральт, исполни свой долг! Доверши дело! Я не собираюсь добивать чудовища. Выбор победителя – оказать милосердие. Да здравствует Геральт! Милосердный! Так, займитесь бестией! Милосердный! Гильон? Ещё немного, и парень бургомёртв. Со мной... Всё... В порядке. Вивиэнна? Улыбнись, как пристало герою, и молчи. Ты огромная победа. Она как раз идёт сюда. Геральт, надо поговорить. Вивиэнна, позже поговорите в палатке. Это было великолепно! Ошеломительно! Ваша милость. Мы видим, что не ошиблись, послав за тобой. Мы безмерно удовлетворены и очень вам рады. Я краб... Крайне благодарен. Займитесь нашим юным героем! Быстро! Раз-два! А теперь мы похищаем Геральта для беседы. Мы так долго ждали твоего приезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое появление. Ваша милость, Шарли – это очень опасное создание. Даже для рыцаря в полном доспехе. Нонсенс! В Тусенте рыцари издревле искали славы в сражениях с чудовищами. Гильон получил несколько синяков и шрамов. А взамен обрёл вечную славу у Смирителя Чудищ. Угу. А как же публика? Если бы Шарли прорвался на трибуну, он устроил бы тут бойню. Геральт, несмотря на то, что мы ценим твоё неожиданное вмешательство на арене, мы напоминали, что ты был нанят, и, как вскоре выяснится за крайне щёдрое вознаграждение, совсем для иного задания. Ваша милость, я хотел бы поговорить о моём заказе. Разумеется. Только не здесь. Нам понадобится Даньель, который вёл следствие до твоего появления. Только где он может быть? Пойдём, поищем его. Скажи нам, ты прибыл один? Или в обществе Виконта Юлиана? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, Ваша милость? Нет. То есть да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне, чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. А, вот человек, который лично повёл бы его на эшапот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Ваша милость. Ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всём знаю. Это существо в подвале Курвобьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Курвобьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашёл нечто интересное. Но эту улику ещё нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин Далатур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твоё прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определённо. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении. Правда ли, говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, ничего не ждёшь? Да, Ваша Милость. Это право неожиданности. Что ж, будем говорить откровенно. Неожиданности, с которыми сталкиваемся мы, не слишком ценны для ведьмака. Во дворце нас будет ждать или эдикт, ждущий мои подписи, или картина из дальних стран. От обоих польза невелика. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней в корвобьянка. И денежной суммы, без сомнения, достаточной. Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе всё равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Прекрасный жест, Ваша Милость. Кажется, в корвобьянка устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надёжнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, Ваша Милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Криспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но, постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Криспи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманом. Он просил освободить его от придворных церемоний, но мы ему такого позволения не дали. Кто принёс рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислонённого к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесённых с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть, кто-то его усадил. Да, похоже на то. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате, весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определённо погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча грелка для постели. Рамон Дюлак, рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это всё-таки месть? Не исключено. У Дюлака были тёмные делишки с преступным миром. Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Значит, две первые жертвы – рыцари, лучшие годы которых были позади. Кто же можно сказать о третьем убитом? Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость – шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Польмерин даже называл его крохобором. Я нашёл при нём мешочек с монетами. Там были только флораны, разных лет и из разных провинций империи. Делакруа любил деньги, но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если… Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарем владычица озеро. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь притягает чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести — позорный столб. Вместо мудрости — шутовство. Вместо щедрости — кашель золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть, если эта версия у всех горожан на устах. Значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мельтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость. Трусливый, как заяц. Возможно ли? Следующая жертва — Мельтон Вепейрак Пейран? А ведь Мельтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьян, как мы могли это упустить? Много лет Де Пейрак, Пейран, Креспи, Делакруа и Дюлак все четверо были в одной рыцарской дружине. В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мельтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады и мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Ваша милость! Зараза! Вот я... Ваша милость, я... Не помню. Не гони! О! Это шелк, осторожней! Отдай мне! Ваша милость прекрасно держится в седле. Ваша милость прекрасно держится в седле. Всё же пройдёт. Мои-мои-мои. rest всеми фертом. Толькоsan, чьи хрепляют. А Sarahiusں разбила Reme curves. Эт áreas Youtuber см llama book. Смотрите! Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Мы должны спуститься туда, где идет забава. Участники ищут рог в виде наруга, золотую рыбку и яйцо феникса. И с их помощью они узнают, где прячется заяц, то есть мельтон. Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода. Но время не ждет. Так что придется нарушить правила. Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо феникса. Так будет быстрее. А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь приманишь. Вон он там бегает, посмотри. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гера, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки. А ты просто нырнешь и отыщешь ее. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти мельтона. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо феникса. Все ясно? Тогда за дело. У меня тоже есть слаб. Во, на каенке. Ибо если кто-то назвал бы государство трусливым или мужественным, то на какую бы его часть глядел, как ни на ту, что сражается и не впадает... Но это ведь не настоящий единорог. Может, его яблоком? Или сладостями? Не было проблем, сестрица, кабы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор еще раз? В этом месте? Тише, а то спугнете единорога. Давайте попробуем сладостей. Прошу прощения, придется испортить вам забаву. Кто это такой? А то, что klaltet ее,ügen посторонней. Может приманить единорога сладостями? Как можно? Ужас! Зараза, не леви слаги. Холодной дичью единорога, скорее всего, не приманить. Яблоко должно ему понравиться. Вкусное яблочко. Спокойно. Сады такие огромные, верхом будут быстрее. Яблоко. Яблоко. Продолжение следует... 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 это случайно не твоя оставь себе если хочешь у меня уже новое я не знаю тебе не причинял тебе зла а ты зарубил бруксус который мы были близки теперь гонишься за мной зачем ты убил по крайней мере четырех невинных мне интересно а ты-то сколько невинных убил многих виновных еще больше ты следующий не думаю видишь ли у меня остались кое-какие дела убийство всего одно ну не считая тебя Позволю тебя больше убивать Зараза Ты должен сидеть дома Регенерируй Ты попал в беду Я хочу помочь Я сам справлюсь Нет, он мой друг Привет, Геральт Регис, ты... ты живой? Да, и в полном порядке Раны на вампирах заживают быстрее, чем на собаках Сколько воды утекло, друг мой По крайней мере, по человеческим меркам Но как? Когда я видел тебя в последний раз Я был булькающим бесформенным пятном Стекающим по колонне одного замка Сейчас я в несколько лучшей форме Не вполне восстановился Впрочем, будь я человеком Я бы вполне сошел, скажем, за полубога Прости Это была моя вина Я так и не успел попросить прощения Остань, Геральт Дело прошлое Насильно меня с тобой никто не тащил Каким чудом ты сумел регенерировать? Мне помог тот, за кем ты сейчас охотишься Он? Но как? И вообще, что с тобой было все эти годы? Здесь не время и не место для воспоминаний У меня такое ощущение, что мы еще сможем поговорить А теперь, если позволишь Займемся тем, из-за кого мы здесь оказались Так значит, ты здесь не случайно? Ты не утратил прежней проницательности Я очень рад Я приехал из-за Детлофа По-моему, он ввязался в какие-то серьезные неприятности Значит, так его зовут И он твой друг? Можно и так сказать В отличие от меня, он более Как бы вы это сказали Зверский Но я работаю над этим, не беспокойся Скверно у тебя выходит С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря А до того еще, по крайней мере, троих Уверен, у него были на то причины Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы Или просто, чтобы напиться Детлоф не из них Так какие у него, по-твоему, причины? Именно это я и хочу узнать Чтобы потом убедить его, что он идет не тем путем Слишком ты в нем уверен Облик ваш различен Но внутри вы схожи У обоих благородные сердца Обоим случается совершать неблаговидные поступки Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельству Помнишь, 964 год? Это было 300 лет назад Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас Пропадали женщины и дети Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям Лирийская зверюга, я читал об этом Она загрызла человек 200 Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом Ее убил Дэтлов Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку И оставил тело бестии у его ног Так родилась легенда Ммм, вампиры редко помогают людям У него наверняка были свои интересы Ошибаешься Единственным его интересом было то, что чудовище убило мальчика Который когда-то угостил Дэтлафа яблоком Благородный тип У тебя нет монополии на альтруизм, мой друг Когда Вильгифорц расплавил меня, мои останки нашел Дэтлов Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать А мог позаботиться обо мне Он выбрал второй путь Регенерировал меня, не щадя собственной крови Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека Ты обязан ему жизнью Не только жизнью С тех пор мы братья по крови Нас соединяют узы, которые людям и не снились Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия У каждого вампира есть своя уникальная способность Собственно, потому нас так трудно классифицировать У Дэтлафа сильнее всего развито чувство стаи Как следствие, Дэтлафу комфортнее в обществе низших вампиров Он сторонится людей И если уж он пришел к вам и начал убивать Что-то выбило его из колеи И чем его можно настолько выбить из колей? Как бы это объяснить? Дэтлаф не понимает мира людей Ваших принципов, отношений в обществе В некотором смысле он наивен Не понимает ваших игр, не знает лжи и зависти Ты хочешь сказать, что он неприспособленный? Это может стать поводом для конфликтов Что произошло сейчас? Не знаю, но надеюсь это выяснить Я должен его найти Прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь баклер кровью Значит у нас общая цель Как в старые добрые времена Не совсем Когда я его найду, сам знаешь Я знаю, что ты получил на него заказ Но ведь твоя задача остановить убийство Не обязательно его убивать, так? В принципе, да В таком случае давай его искать Надеюсь, я успею тебя убедить, что Дэтлаф не чудовище Ладно Но пока что многое против него Слышишь? Облава Рыцари пошли по моему следу Не хочу, чтобы меня здесь видели Я нашел пристанище на кладбище Мерлашес Приходи туда До встречи Ведьмак Мы гнали скакунов во весь опор И боюсь, все равно опоздали Ну же, где бестия? Я как раз это выясняю И хотел тут осмотреться Придержи своих людей, пока они все не затоптали Господа, дайте ведьмаку работать Убийство Мильтона не должно остаться безнаказанным Но мы не будем Олжо 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я видел объявление. Там что-то со статуей? Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Рассказывай, что там со статуей. Лучше раз показать, чем сто раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Вот и он. Гордость наша. Режинальд де Обре. Величайший любовник. Искуснейший фигтовальчик. А кроме того, виртуозный музыкант. Мастер игры на арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца у статуи. Ну, это же не какая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый оплативший билет, разумеется. Ты должен найти эти яйца. Ты меня заинтриговал. Расскажи-ка мне об этом, Режинальд де. Долго придется рассказывать. По легенде, он спроектировал весь Баклер вместе с архитектором Фарамоном. Уже впечатляет. Точнее, именно Режинальд виртуозно распланировал точные пути отхода для застигнутых любовников. Позже он и самими пользовался не единожды. Не из страха, разумеется, а чтобы соперников не убивать на дуэли. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда – истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Ты знаешь, когда произошла кража? Пару часов назад – самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным. Но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Получится. Должно получиться. Явные следы пилы. Но хирургически точная кастрация. Засохшее пятнышко крови. Все получится. Должно получиться. Кулачок плаща, сильно надушенный одеколоном. Этот запах должен привести к вору. Спокойно. Куда так спешишь, белоголовый? Спокойно. 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 Продолжение следует... 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 И как? Нашел ты причиндалы, Режинальда? Ага, и вернул их Ущипни меня, пророк Лебеда Это и правда они Надеюсь, эта скромная награда все-таки выразит всю мою признательность Забегай завтра на торжественное открытие и погладь Режинальда Абсолютно бесплатно, я плачу Не могу поверить, что я это делаю Я это делаю Режинальда Обре возвращается Не пропустите Покупайте билеты, скорее, только у меня Удачи на охоте, Везьма Поцелуй пса под хвостом Сударь ведьма Ничего не бойся Тут такой воздух, что никогда похмелья не было Из-за тебя теперь икота На севере должно быть страшное варварство Значит, ведьмока надо было вызывать А рыцарь-то нашел его С нами ему не справиться Ну что, сразишься с тихим омутом? Давай уже, давай! Мне нужно знать, кого я буду охаживать кулаками Почему этот рыцарь не открывает ни лица, ни имени И не говорит ни слова Умерь любопытство Рыцарский обет — это не игрушки Тихий омут не откроет ни лица, ни герба Пока кто-нибудь его не одолеет Так будешь драться или нет? Вызываю тебя на поединок Благородные дамы и достойные господа Сейчас начнется бой Сбегу Пока кто-нибудь Продолжение следует... Продолжение следует... Третья Субтитры Дамы и господа, ведьмак победил в схватке неустрашимого тихого омута. Что это был за бой? Рыцарь свободен от своего обета и может показать лицо. Сильный у тебя удар, точный. Поздравляю. Спасибо. Хочешь еще что-нибудь добавить? Про то, что я женщина? А зачем? Тринадцатый век на дворе. Теперь даже трактирщицы никого не удивляют. И не будешь говорить, что драться с бабой не по чести? Так говорят только те, кто боится проиграть женщине. Теперь проведи бой с колоссом и со шваброй. А потом можешь сразиться с самим мастером. Колосса ты найдешь на самой большой площади нижнего города. А швабра ошивается где-то в доках, к югу от верхнего города. Из-за тебя теперь икота. Вот так индивидуум. С нами ему не справиться. Ну что ж, на этом пока что все. Продолжение не следует. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайки, следы, комментарии. Всем заранее. Спасибо.